На районном оперативном совещании обсудили подготовку к зиме, формирование бюджетов поселений на будущий год, исполнение районных программ и планов. В частности, на 100% выполнена программа по расселению ветхих и аварийных домов. 55 семей в этом году переехали в новые квартиры. На 80-90% выполнены областные программы в сфере ЖКХ, капремонта многоквартирных домов, ремонта подъездов, а также комплексного благоустройства дворовых территорий. Работы завершаются по четырем адресам. На Институтской 21-25 идет обелуха деревьев сухостроенной каварины. Этого не было у нас в общем-то предусмотрено, но жители попросили, поэтому мы делаем. На Краснознавинской 7 установлены дополнительные светильники, пока не подключены. На неделе на 23-24 устанавливается ограждение на спортивную площадку и на Стефановского там не установлен забор, но мы все это сделаем в ближайшие несколько дней. Из 418 расположенных в Щелковском районе СНТ и ДНТ, 408 уже заключили договоры на вывоз мусора или 97%. Контроль наличия этих договоров в частном секторе и садовых кооперативах – одно из направлений работы, созданной в этом году районной административной комиссии. Напомним, эта структура взяла на себя часть полномочий Госадмтехнадзора. В областном управлении высоко оценили работу нашей комиссии. Проводится большая работа, работают три группы у нас по несанкционированным свалкам, выявление товарищей по частному сектору, которые тоже не имеют договоров, привлекаются к административной ответственности эти товарищи. Районное совещание совпало с днем рождения главы сельского поселения Медвежье-Озерское Владимира Канахина. За 16 лет на этом посту он сделал поселение самой успешной сельской территорией в составе района. Наш старейший гуру, чиновник, который столько времени отслужил Отечеству верой и правдой, потом родному поселению веры и правды родному району и Подмосковью родному.